Архиепископ Михаил Архиерей Русской Православной Церкви за границей, архиепископ Женевский и Западноевропейский, с 2009 года, член Ассамблеи Православных Епископов Франции. Биография. Родился 29 марта 1943 года в Париже, в семье Донского казака Станицы Затовской, Хаперского округа Василия Семеновича Донского. Был крещен епископом Матфеем, впервые исповедался в семье у святителя Иоанна Шанхайского. По собственным воспоминаниям, все в моей семье дома говорили только по-русски. Во-вторых, родное наречие помогало сохранить церковь. Все регулярно ходили в храм. Я рос при храме с самого детства. Священники окормляли даже самых маленьких прихожан, не только уча нас молитвам, но играя с нами в футбол, прислуживал в алтаре с семи лет. С 1950 года участвовал в юношеских православных лагерях. С 1951 года пил в церковном хоре юношеских лагерей. В 1954 году окончил иезуитский интернат Святого Георгия в Медоне под Парижем. Кроме того, параллельно учился в десятиклассной русской школе А.М. Асаргиной. Где раз в неделю изучались закон Божий, литература, русский язык и русская история. По собственным воспоминаниям, все школьные и студенческие годы у нас была очень активная общественная жизнь. Были лекции, волейбольная команда, оркестр, хор, в котором я пел. Помимо учебы и экзаменов мы всегда были очень заняты. Летом отдыхали в детских лагерях, а зимой углубленно изучали русскую историю и культуру. С 1959 по 1966 год летом и весной руководил лагерями Литези во Франции, а зимой в Австрии. С 1960 года служил псаломщиком и регентом. В 1965-1966 годах проходил военную службу в санитарных частях. Полученный им в 1966 году диплом вожатого в летних лагерях позволил ему вести педагогическую деятельность в юношеских православных лагерях, в которых он участвовал с детства. Школу инструктора и впоследствии руководителя национальной организации Витези он прошел непосредственно при основателе Витези. Николай Федорович и Федорович участвовал в работе культурно-просветительского отдела объединения молодежи Витези. Ходил в состав театральной группы ОМВ, играл в спектаклях «Свадьба А.П. Чехова» в постановке «Вера Греч» «Завтрак у предводителя» и «Стургинева». Ревизор Н.В. Гоголя И.Д.Р. Выступал на «Олкахнов» русской приходской школы и Эмасаргина И.Д.Р. С 1969 года работал в госпиталях Парижа и его окрестностях. С 1978 года, наряду со службой, преподавал в госпиталях и медицинских школах физику дыхания, в общей сложности проработал в госпиталях 30 лет. В 1979 году архиепископом Антонием поставлен в очтецы. В 1980 году в Айпаде Яконы. В 1981 году рукоположен в Диакона. Служил в клире храма всех святых в земле российской просиявших в Париже. В 1991 году архиепископом Антонием рукоположен в Сан-Иерея. С того же года служил духовником Парижского округа. Витязей после распада СССР приезжал на родину, встречался с родственником. 9 ноября 1993 года архиерейский сенот РПЦ заосвободил епископа Варнаву от должности сенодального представителя в России. Новыми представителями сенот назначает протоиерея Константина Федорова. Настоятеля новой коренной пустыни под Нью-Йорком. И священника Симеона Донского из Брюсселя. В 1994 и 1995 году руководил также двумя лагерями в России. На Дону. Светлый пяток 1996 года. Метрополитом Виталием пострижен в монашество. В Фомино воскресенье. Возведен в Сан-Игумена. 29 июня 1996 года. В Синодальном Знаменском соборе был Хиротонисан воепископа Таронского, викария Монреальской и Канадской епархии. В октябре 1996 года назначен координатором архиерейского совещания российских преосвященных с включением в его состав и управляющим Московской, Санкт-Петербургской и Суздальской епархиями РПЦЗ. 17 октября 2000 года решением архиерейского синода РПЦЗ освобожден от Временного управления Северо-Русской епархии и одновременно назначен официальным представителем архиерейского синода для сношений совещанием российских преосвященных. В качестве его подворья в России были выделены храмы в Подольске и Санкт-Петербурге. В 2001 году по распоряжению синода РПЦЗ безуспешно пытался вывести митрополита Виталия из монастыря в провинции Квебек в Канаде, где расположились ушедшие в раскол клирики и миряне РПЦЗ, впоследствии оформившиеся как русская православная церковь в изгнании. В 2002 году получил титул епископа Востонского векария Восточно-Американской епархии, решением архиерейского синода РПЦЗ от 14 до 16 мая 2002 года. В связи с уходом в раскол архиепископа Лазаря и епископа Вениамина, был восстановлен в качестве представителя в России архиерейского синода с полномочиями архипастерского окормления приходов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Курске, а также для участия в совещаниях российских преосвященных, был активным сторонником примирения и сближения РПЦЗ и Московской патриархии. В 2003-2004 годах находился в Подольске, Московская область, окормляя общину храма СВВ, царственных мучеников на территории усадьбы Владимира Петровича Мелехова, который в то время являлся директором Подольского цементного завода. Понимая каноническую ненормальность существования и приходов РПЦЗ на канонической территории Московской патриархии, проводил последовательный курс на ликвидацию приходов РПЦЗ на территории Российской Федерации. По его собственным словам, произнесенным спустя некоторое время после приезда в Подольск, он приехал в Россию для того, чтобы закрыть российские приходы РПЦЗ. Такие его действия сталкивались с непониманием и противодействием многих прихожан этого храма, а также других храмов РПЦЗ в России. С 25 июля 2004 года по 28 февраля 2005 года сопровождал в путешествии по России мощи преподобномученец великой княгини Елизаветы Федоровны Иннокене Варвары. Он посетил 71 епархию Русской Православной Церкви в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Азербайджане, странах Балтии. По отзыву самого епископа Михаила, во время поездок с мощами святых преподобномученец Елизаветы и Варвары по епархиям Русской Православной Церкви я молился в алтаре вместе со всеми священнослужителями храмов. И некоторые архиереи предлагали мне облачиться и сослужить, но приходилось уклоняться от этого, так как не был еще подписан акт о единстве церкви. Однако это не умоляло нашего совместного молитвенного общения. Многие архиереи принимали меня горячо, и было чувство, что мы уже на пороге того единства, к которому так долго стремились. Во время этой поездки с 29 сентября по 2 октября 2004 года вместе с духовенством Московского Патриархата побывал на острове Родос в Греции, где принял участие в Мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций», устроенном Центром национальной славы России и фондом Андрея Первозванного. На архиерейском соборе РПЦЗ 2006 года, проходившем с 15 по 19 мая 2006 года в Сан-Франциско, был определен епископом Женевским и Западноевропейским вместо ушедшего на покой по болезни епископа Амвросия. 28 сентября 2006 года в Крестовоздвиженском соборе в Женеве на престольный праздник состоялось официальное вступление епископа Михаила в должность. Епископ Амвросия обратился к своему преемнику со словами приветствия, напомнив собравшимся, что владыка Михаил после десятилетнего перерыва возвращается в свою родную епархию, где он вырос и нес служение как лерошанин, чтец и подиакон, диакон и священник, был в составе делегации Русской Православной Церкви за границей, прибывшей в Россию в мае 2007 года для торжественного подписания акта о каноническом общении и восстановлении евхаристического общения русской церкви за рубежом и в Отечестве. От 13 до 15 октября 2007 года согласно постановлению Архиерейского Синода принял участие в торжествах Грузинской Православной Церкви в честь 1400-летия Мхецкого Монастыря Святого Креста и 30-летия Патриаршей Интронизации Католикоса Патриарха в Сия Грузии или 2. 13 мая 2008 года на Архиерейском Соборе РПЦЗ избран запасным членом Архиерейского Синода РПЦЗ. В середине июля 2008 года вместе с группой прихожан Западноевропейской епархии принял участие в паломничестве в Екатеринбург по случаю, отмечавшегося 90-летие подвига святых царственных мучеников в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В конце июля представлял Русскую Православную Церковь за границей на торжествах в Киеве, посвященных 1020-летию Крещения Руси и приуроченных к празднику равна апостального князя Владимира. В декабре 2008 года получил российское гражданство. 9 декабря 2011 года на зимнем заседании Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви возведен в сан архиепископа. Наградой в 1995 году награжден серебряной медалью за более чем 25 лет служения в госпиталях. Лауреат Международной премии Андрея Первозванного за веру и верность. 26 июня 2008 года награжден орденом Сергия Радонежского. 23 января 2016 года патриарх Кирилл в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в Женеве наградил его памятной панагией, изготовленной по случаю тысячелетия представления святого равна апостального великого князя Владимира. Продолжение следует...